Добрый день! С вами Наталья Рожнова и вы на канале Натали Той Джой. В прошлых видео мы с вами связали голову и тело для мамы-свинки. Сегодня займемся ручками, ножками и сборкой игрушки. Итак, приступим! Займемся сначала ручками. Я связала уже первую ручку. Вот так она будет выглядеть. Здесь маленькая ручка с тремя маленькими пальчиками. Начнем вязать вторую ручку. Возьмем пряжу розового цвета. Первый ряд. Шесть столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затягиваю кольцо. Нить контрастного цвета не протягиваю, потому что она нам будет только мешаться, так как деталь очень маленькая. Теперь вяжем восемь рядов по шесть столбиков без накида в каждом или сорок восемь столбиков без накида подряд. Теперь мы ненадолго приостановимся, спрячем первоначальную ниточку внутри ручки. И совсем немного набьем наполнителем, чтобы ручка не была сильно плотной и толстой. Вот столько будет достаточно. Теперь складываем деталь пополам и вяжем три столбика без накида за оба края детали. Вот мы как бы закрыли деталь. Теперь переворачиваем и займемся пальчиками. Набираем три воздушные петли. Один, два, три. И вниз по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем два соединительных столбика. И делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Первый пальчик готов. Второй пальчик опять набираем три воздушные петли. Один, два, три. И делаем два соединительных столбика вниз по цепочке, начиная со второй петли от крючка. Один, два. Затем вяжем соединительный столбик во вторую петлю предыдущего ряда. Второй пальчик у нас готов. Третий пальчик. Опять набираем три воздушные петли. Делаем два соединительных столбика вниз по цепочке. И еще один соединительный столбик в третью петлю предыдущего ряда. Вот у нас получилось три пальчика. Теперь ниточку обрезаем, оставляя хвостик для пришивания ручки к телу. Вытягиваем нить и вставляем ее в иглу. Делаем узелочек, чтобы закрепить ниточку. Вводим иглу в ручку и выводим между первым и вторым рядами ручки посередине. Натягиваем ниточку, чтобы узелок спрятался внутри. Вот так. Вот у нас получилась вторая ручка. Одна ручка, вторая ручка. Теперь займемся ножками. Вот так будут выглядеть ножки. Я одну уже связала. Ножка состоит из двух деталей. Розовая сама ножка и черная ступня. Они вяжутся отдельно, набиваются, а потом сшиваются друг с другом. Сейчас я вам покажу, как это делается. Начнем вязать вторую ножку. Сначала свяжем розовую деталь ножки. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затягиваю кольцо. Не вкладываю нить контрастного цвета. Теперь вяжем 7 рядов по 6 столбиков без накида в каждом или 42 петли 42 столбика без накида подряд. Закончили вязание. Обрезаем нить, оставляя хвостик для пришивания ножки к телу. Вытягиваем нить. А первоначальный хвостик прячем внутри ножки. Теперь набьем наполнителем. Набивать нужно плотно, гораздо плотнее, чем ручку. вот мы связали розовую деталь ножки. Вот так она выглядит. Теперь займемся ступней. берем пряжу черного цвета и вяжем первый ряд. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затягиваем кольцо. второй ряд. 1 столбик без накида 1 прибавка повторить 3 раза. Теперь вяжем 4 ряда по 9 столбиков без накида в каждом или 36 столбиков без накида подряд. Теперь будем вязать поворотными рядами. То есть после окончания каждого ряда будем переворачивать работу. Вяжем седьмой ряд 6 столбиков без накида. Делаем одну воздушную петлю подъема. Переворачиваем работу. И вяжем теперь как бы изнутри с изнанки. Делаем одну убавку 2 столбика без накида 1 убавку. Опять делаем одну воздушную петлю подъема и переворачиваем работу. вяжем 2 убавки. Все. Ступня связана. Обрезаем нить, оставляя хвостик. Для пришивания ступни к ножке вытягиваем ниточку. первоначальный хвостик прячем внутри и немного набиваем наполнителем. Но не сильно плотно, чтобы ступня у нас не была такая круглая, некрасивая. Она должна быть немножко плоской. вот как получилась. Посмотрите, она похожа на такой тапочек. теперь сошьем две детали ножки вместе. Ставим в иглу хвостик от ступни с черной пряжей. берем деталь розового цвета и вставляем ее в ступню кольцом амигуруми вниз внутрь вот таким образом. Причем стараемся расположить розовую детальку так, чтобы хвостик располагался сбоку, чтобы нам было легче пришивать. И начинаем пришивать ступню к ноге. Захватываем петельку розовой детали между первым и вторым рядами. Затягиваем, захватываем петельку ступни. Затягиваем. и так по кругу до конца пока не пришьем ступню к ноге. по кругу к ноге подожжим кольцам в кольцам . кольцам . Закончили пришивать, теперь делаем узелочек и прячем нить внутри ступни. Вот мы с вами вместе связали ножку для мамы-свинки, вот так она выглядит. Теперь у нас есть две ножки. Таким образом у нас есть все детали для того, чтобы собрать маму-свинку. У нас есть ножки, у нас есть тело, есть две ручки и голова. Займемся сборкой. Сначала пришьем голову к телу, для этого присоединим тело к голове таким образом, чтобы последняя петля подола платья находилась сзади, со спины. Таким образом мы начнем пришивать тело к голове сбоку. Сначала вставим нить в иглу и начнем пришивание. Затягиваем петельку головы, затягиваем, захватываем петельку тела. Тоже затягиваем. Стараемся затягивать посильнее, так как нить оранжевого цвета, а голова розового. У нас получается контраст и может в дальнейшем быть виден шов. голову, опять захватываем петельку головы и петельку тела. Хорошенечко затягиваем. Итак, действуем по кругу, пока не пришьем всю голову. Хвостики красные, которые остались у нас после вышивания ротика, прячем в тело. Аплодисменты нет. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 и начнем пришивание можно отодвинуть подол платье чтобы нам было легче сначала как всегда захватываем петельку тела потом петельку ноги затягиваем опять петельку тела петельку ноги здесь уже пришивать легче потому что тело и нога одного цвета розовые и шов у нас не будет сильно виден продолжаем пришивать по кругу английские булавочки убираем и шьем дальше и и и и и и и и и пришили одну ножку опять-таки ниточку пока не закрепляем и не обрезаем до тех пор пока не убедимся что обе ножки ровно пришиты пришиваем вторую ножку и м и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Вот мы пришили две ножки Посмотрим на их симметричность Одна ножка у меня чуть-чуть косолапенько пришита Но ничего страшного Теперь можно ниточки закреплять и прятать внутри игрушки Делаем узелочек И прячем хвостик Вот мы пришили ножки Возвращаем подол платья назад И смотрим, как у нас получилось Ножки пришиты Займемся ручками Приколем левую ручку С помощью английских булавок К телу мамы-свинки Таким образом, чтобы хвостик от ручки Располагался между телом и ручкой Хвостик от второй ручки нам не пригодится Поэтому его можно оставить снаружи Проверяем на симметричность Теперь вставляем нить в иглу И начнем пришивать ручки Отодвинем немного ручку И вставим иглу с нитью в тело Под мышкой игрушки Выведем иглу с противоположной стороны Под мышкой второй ручки Тело толстенькое А иголка у меня короче, чем тело Поэтому сложно подгадать сразу Затягиваем Теперь приподнимаем вторую ручку И захватываем одну петельку С внутренней стороны руки Вот так А иглу возвращаем назад Ровно в то же место, откуда мы ее И выводили Натягиваем ниточку Натягиваем ниточку С внутренней стороны И опять вводим Иглу в тело И выводим Около второй ручки Под второй ручкой Затягиваем ниточку Повторяем еще раз Захватываем петельку У второй ручки С внутренней стороны И возвращаем нить Обратно Английские булавочки Уберем Затягиваем Но не сильно Теперь закрепляем ниточку Делаем узелок С внутренней стороны ручки И прячем нить Внутри тела Обрезаем ниточку И вторую тоже Вот у нас получились Ручки Одна ручка пришита И вторая ручка пришита Теперь осталось Сделать хвостик Маме-свинке Чтобы связать хвостик Берем пряжу Розового цвета Оставляя Небольшой хвостик Набираем 16 воздушных петель И возвращаясь Вниз по цепочке Из воздушных петель Начиная со второй петли От крючка Вяжем 15 соединительных столбиков Обрезаем ниточку Оставляя хвостик Вытягиваем нить Вот у нас Получился хвостик С двумя ниточками Теперь присоединяем Хвостик К телу мамы-свинки Ориентируемся Где-то на Два ряда Выше Начало подола Платья Где-то здесь И с помощью крючка Захватываем Одну из Нитей От хвостика Вот так Теперь Связываем Две ниточки Друг с другом Двумя узелочками Затем Выведем Обе ниточки Под подол Платья И спрячем их Вставляем Одну нить В иглу Вводим В тело И выводим Под подолом Теперь вторую Нить Выведем Туда же Под подол Ровно в то же место Куда мы вывели Первую ниточку Теперь Скрепляем Нити Друг с другом Узелочком Для чего мы это делаем? Чтобы Получше Закрепить хвостик Потому что дети Любят Тянуть за хвост Так он у нас будет крепче Присоединен к игрушке И теперь Прячем Две эти ниточки Внутри тела Подтягиваем Нить Чтобы узелок Ушел Внутрь Вот он у меня Спрятался Запутываем Нить в наполнителе И обрезаем То же самое Делаем Со второй ниточкой Вот хвостик Мы Присоединили Теперь можно Пальчиками Закрутить Чтобы он был Крючком Вот так Вот такая Мама-свинка У нас с вами Получилась Теперь У нас есть Почти вся семья Мама-свинка Свинка Свинка Пепа И Маленький Братик Джордж В следующих видео Я покажу И расскажу Как связать Папу-свина Поэтому Обязательно Подписывайтесь На мой канал И нажимайте На колокольчик Чтобы не пропустить Новое видео Вяжите с удовольствием До новых встреч